дорогие мои друзья я приветствую вас вы на канале вязание я меня зовут юлия я сегодня включилась к вам чтобы рассказать чем я занимаюсь за кадром чтобы вы не думали что только траву дергаю потому что этим я занимаюсь только выходные дни ну и меркурий слава богу от нас начал разворачиваться до дождались мы этого момента и я хочу вам показать что я вижу собственно говоря что распускаю точнее все что я могла распустить я распустила ну и рассказывала вам предыдущем вязальном видео до видео называется во всем виноват меркурий о том что мне с большим трудом дались расчеты на мое будущее изделие и я не была уверена получится ли у меня вообще что-либо связать по этим расчетам поэтому об этом обо всем пойдет речь значит но я начну с мелочевки правильно я довязала пару носочков еле-еле я домучила второй носок за выходные дни в промежутках между травой и прочими домашними делами пряжи осталось друзья очень довольна я не взвешивала их потому что я не могу вам сказать что это за пряжа я получала ее в подарок и это не шерстяная пряжа носочная а хлопковая я так подозреваю что хлопок с чем-то потому что точного состава не знаю вязала на спицах два с половиной пятка бумеранг и вот обратите внимание у меня носочки абсолютно одинаковые до вот этой линии да вот так это был носок связан 1 а это 2 и вот они вот так сейчас покажу вот совпадение совпадения совпадения цвета и вот отсюда вот у меня закончился моток а если посмотреть внимательно то здесь получается смотрите секции насколько далеко друг от друга расположена ориентируемся вот на этот цвет и повторяется только вот здесь то есть чтобы мне от другого моточка начать вязать вот этим цветом я должна была просто пол мотка перемотать неизвестно чтобы потом я с этим моточком делала мне стало жалко пряжу я взяла и от другого моточка начала вязать тем цветом который у меня был вот если совместить линии то видно что вот она часть которая не совпадает я не вижу в этом ничего критичного носки получились все равно очень хорошие очень красивая расцветочка пятка бумеранг сидят они идеально и они отправляются в мою как как говорят сейчас носочную коробочку на самом деле никакой коробочки меня нет но если надо будет заведем носков у меня много у меня есть носки которые уже только для своей коллекции я не собираюсь их носить а есть вот такого плана с простенькие носки для того чтобы их носить потому что вот в демисезонное время когда я люблю вязать в беседке и вроде как тепло а сидели сидя постоянно когда ты сидишь ноги еще немножечко подмерзает я люблю находиться именно в носках вот такого качества не шерстяных все о носочках все друзья дальше я показывала вам что я начала вязать сумку одна стенка у меня была готова полностью вот я вижу мамочка вторую стенку обвязываю до сейчас то есть готовлю основу это темно-серый цвет сейчас камера дает пересвета за счет того что моргает солнышко то выглядывает они выглядывают общем как есть так есть темно графитовый цвет это пряжа вот у меня рассыпался моточек в руках yarnart макраме и по пластиковой конвей я вижу крючком номер три это основа сумка будет двухцветная то есть темно-серый цвет будет внутри светло-серый будет снаружи сумка получится нелегкой потому что каждый моточек вот этого yarnart макраме он весит 90 грамм и у меня полтора матка ушло на одну стенку полтора соответственно уйдет на другую стенку это три матка плюс донышко вот она у меня лежит донышко на небольшое вот она плюс донышко плюс обвязка другим цветом в общем друзья сумка будет весить добротное количество грамм сколько будет сколько будет я вам сказала что я хочу связать сумку от нарочито подчеркнутую ручную работы чтобы она не была не похожа ни на что чтобы было видно что это ручная работа что-то крючок вот так мне захотелось а сейчас на данный момент кто не видел я уже показывала до обвязка выглядит вот похоже на лицевую мать это основа спасибо всем у кого я спрашивала за подкладочную ткань многие откликнулись написали мне что эта ткань бывает подкладочная разная но нужно именно подкладочную искать кто-то вообще написал подойдет и кулиркой и и батисты и в общем сюда куча я поняла что подклад можно делать принципе из всего вот я посмотрела в своих закромах у меня есть подкладочная ткань но она очень хорошего качества на плотная такая но она черного цвета куда делась серая не знаю точно помню покупала наверное скорее всего когда я шила я шила себе костюм жикет с юбкой и скорее всего подкладочная ткань у меня ушла именно туда серого цвета но ничего я еще не ездила в магазин надеюсь что найду это первый момент второй момент я не знаю что мне делать с ручками может быть придется покупать но вязать неоднозначно у меня пряжа не будет из чего вязать скорее всего мне придется готовые ручки купить ну куплю куплю и она вот я мне очень нравится повторюсь я уже говорила но очень нравятся сумки на лето в форме корзиночки да когда донышко пришлется это получится форма корзиночки это очень классно удобно и водичку положить допустим на телефон с собой там женские мелочи духе и и так далее прям прекрасно и серый цвет он подо всем мне нравится канвы лежит море я же как всегда покупаю значит всего и много пусть будет не прокиснет а когда вы взять следующее и буду покупать для них материал я не знаю потому что если говорить о покупках то сейчас друзья я наверное вижу последнее изделие летнего состава а дальше я буду переходить у меня в планах в ближайших планах это ними сезон полухлопок это мохер я очень хочу и я буду я заказала себе замечательную пряжу она ко мне скоро придет я вам все покажу я замечательную по внешнему виду я с ней не знакома это будет уже это будет стопроцентная альпака то есть я уже летом перехожу на вязание теплых изделий я не знаю насколько мне это удастся делать в нашу южную жару возможно я буду вообще все лето взять только носки лишь бы то что не не лежала у меня на коленях да вот жизнь покажет погода тоже ну а сейчас я покажу вам проект новый проект вот из такого красивейшего цвета это лен стопроцентный 350 метров на 100 грамм у меня всего 300 грамм этой пряжи было я и получала в подарок я не знаю вижу что италия написано лен италия и метраж больше не вижу ничего как он называется какой артикул получала в подарок спасибо моей дарительнице это пряжа мозолила мне глаза вот знаете мне когда что-то в голову западает вот сейчас у меня запала в голову шелк который я получила от лены да и у меня постоянно работает голова что из этого связать у меня есть наметки на шелк чтобы я хотела и я скажу вам я бы хотела наверное из него связать рубашку но это очень рискованно получится или нет не знаю надо вязать образцы надо пробовать и вот когда мне пряжа какая-то западает реально в душу она мне не дает покоя и постоянно я думаю что 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 куда и и и и так далее это пряжа ну во первых лен я обожаю это знаете он сама это самая лучшая пряжа для летнего сезона тем более в южном климате я могу носить лен в жару я могу носить вязаные изделия я могу носить вязаные изделия из крапивы вот кстати на мне сейчас крапива какая крапива это не крапива это конопля это стопроцентная конопля в сочетании с тонкой ниточкой вискозы такой получился красивый меланж я ее ношу постоянно я ношу ее очень часто летом мне в ней не жарко мне не хорошо и за счет того что изделие достаточно свободная она продувается дышит и ты не чувствуешь прикосновения вот это допустим футболку надеваешь да но опять же футболки тоже бывают разных размеров на мужской разный размер я не ношу вот в любом случае футболка больше прилегает к моему телу нежели изделия которые я вижу и вот когда я вижу льняные и так далее я делаю большую с достаточно большую свободу облегания чтобы изделие не прилегала к моему телу чтобы она продувалась дышала и мной был связан образец сначала из пряжи мне вот кстати в ажурах это вот видно да сейчас в ажурах это пряжа мне не понравилось совершенно и она вот такая вот морлевочка вот меня видно хорошо да через через это полотно короче говоря я остановилась именно на этой плотности вязания я начала вязать проект который я сейчас двигаю к вам двигаю 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 в общем так беру манекен в руки и показываю что я не на настоящий момент это как раз тот самый третий раз расчет который я выполнила как вы понимаете да махану я это буквально за два дня потому что первый день я полностью вывязала весь реглан давайте а конструкция давайте начнем сначала в чем заключалась сложность друзья все помятое состоит колом ничего не отпарено ничего не постирано сложность заключалась в том это крючок вверху как вы видите да крючок с переходом на спицы заключалась в том что мне необходимо было вывязать широкую и глубокую горловину по переду по спинке естественно тут все вообще отлично она вверху вот и все это увязать в реглан вот она регланная линия спинки вот она регланная линия переда и здесь важно было определить правильно зонирование чтобы все это лежало и так чтобы чтобы было сейчас покажу не вот так по плечам улезло уползло да вы поняли чтобы именно вот эта часть здесь манекен широкие плечи чтобы вот эта часть у меня находилась строго по окончании линии моего плеча на это был расчет здесь естественно просто лицевая гладь у меня акцент будет идти только на верхней зоне естественно это еще не окончательный вариант но начала я вязать именно с этого элемента да мне он очень нравится он очень красиво выигрышно смотрится в изделиях что будет вверху будет зависеть от того каким количеством пряжи я буду располагать на моменте уже обработки горловины потому что пряжа не ограниченное количество расход на крючок или просто невероятный он и на спицы идет не маленький у меня осталось нет так много пряжи как вы видите а длина изделия у меня достигла только линии талии плюс еще на руках конечно будет совсем 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 коротышкой но тем не менее он будет насчет отделки отделка будет у меня обвязка крючком по низу по рукавам в том числе я не люблю когда в летних изделиях присутствует отделка в виде там допустим пола резинки или резинку сюда вообще обычную тулить бесполезно это ли он или как платочную вязку там еще что-то в этом роде то есть мне не нужно плотное полотно вообще не нужно и вот чем меньше акцентов на отделке в плане обвязки там рукавов низа изделия тем для меня лучше плюс у меня на это даже просто нет пряжи я это прекрасно понимаю и соответственно сколько все у меня тут такое все помято я ничего не понимаю прям помятая помятая все все стоит колом друзья петлю вы можете видеть как лежат петли все это криво косо сейчас я все это прекрасно понимаю обычно я отстирываю полотно когда я заканчиваю работать с кокеткой или с регланом я его отстирываю отпариваю примеряю на себя и продолжаю дальше работать в данном случае я не стала этого делать я если честно только примерила на себя посмотрела устраивает ли меня свобода облегания и правильно ли я уложила горловину меня все устраивает абсолютно как как будет выглядеть горловина вверху в итоге я не знаю возможно вообще у меня изначально конечно планируется здесь полностью крючковая обработка если у меня не хватит пряжи я застрелюсь я вам говорю честно потому что я не хочу тулить сюда другие цвета я не хочу тулить горбатого к стенке хочу однотонное простое лаконичное изделие с акцентом верхней зоне в портретной зоне все чтобы можно было его везде на все случаи жизни без всяких нижних топов без чего хочется вот ну и собственно говоря друзья покажет конечно все наличие пряжи если честно если у меня не хватит пряжи на обработку крючком у меня даже на данный момент нет идей как я это выполню спицы ну ну жизнь покажет все увидим теперь друзья я хочу сделать объявление на записи на курс регланомания курс будет стартовать 25 мая на платформе ватсап это объемный огромный курс курс тренинг который предполагает выполнение домашних заданий но это совсем не обязательно в любом случае курс длится на протяжении 7 дней без привязки ко времени вся информация остается у вас навсегда я всегда остались в группах мы учимся рассчитывать считать строить не только линии реглана но также различные виды горловин несколько вариантов я даю круглых горловин зависимости от того каким видом реглана мы работаем это может быть и простейший реглан это может быть нулевой реглан это может быть полу реглан это может быть реглан погон все эти виды реглана которые я вам называем мы изучаем мы изучаем построение различных горловин мы изучаем построение расчета вытачек ростков где они должны находиться сколько они должны быть по глубине их способы их вывязывания и так далее курс сопровождается двумя по петельными мастер-классами на худи сочный так как худи у меня с капюшоном я даю два варианта построения и расчета капюшона соответственно анатомической формы также второй мастер-класс это нулевой реглан с v-образной горловиной уже девочки даже связали я вам показывала вот недавно выходило видео работы моих учениц и не только учениц да но и зрителей которые приобретают у меня мастер-классы вяжут по моим мастер-классам по курсам выходило видео я все показывала девчата продолжают мне присылать фотографии как только наберется на видео я обязательно это сделаю молодцы все большие вот и нулевые регланы уже опробовали и на детях и женское изделие было и мужское изделие было и все это прекрасно девчата довольно а я довольно еще больше поэтому все кто желает записаться на курс вы можете связаться со мной по электронной почте ссылка на которую будет под этим видео а также по если у вас нет электронной почты вы сможете связаться со в любой социальной сети все ссылки под этим видео еще раз повторяю курс без привязки ко времени если вы проживаете в европе и хотите записаться на курс соответственно вы сможете это сделать на платформе бусти также ссылка под этим видео только после приобретения поста вы должны будете написать мне либо на электронную почту либо в любую социальную сеть свой контактный номер телефона ватсап по которому мы с вами будем связываться и учиться курс еще раз повторю большой объемный и обучает очень многому если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы вы можете мне и задавать желательно в личных сообщениях я отвечу на ваши вопросы стоимость курса подробная программа курса будет опубликована в посте в вк и также в instagram все мои дорогие друзья на сегодня я с вами попрощаюсь рассказала вам все чем я занималась показала если сегодня погода будет благоволить а я надеюсь она не испортится до вечера я попаду на фотосессию своего красного изделия которая в ближайшее время планирую вам показать но если погода решит что надо по-другому поступить значит на фотосессию сегодня я не попаду вот такие вот дела друзья рада была встрече с вами пишите комментарии я желаю вам творческого вдохновения ровных легких петелек конечно же пусть на вас нападет везун и побольше вам свободного времени от огородных дел пусть урожай пышет а при этом вы работаете как можно меньше чтобы вас побольше оставалось времени на ваши любимые хобби всем пока мои дорогие друзья